Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Хочу сегодня продолжить тему «Мудрые парни». Эта тема вызвала много восторгов в наших соцсетях. Мне понравилось говорить на эту тему. Мы взяли на вооружение для себя много советов из Писания. Пасторы со всей страны писали мне на электронную почту, что с нетерпением ждут этой серии проповедей. Сегодня я получил письмо от одного пастора, что ему послужила первая часть этой серии. Лидеры говорят, что Бог начал сильно их поднимать. «Если бы я еще не был в нашей церкви, я бы непременно туда пришел». «А если бы я не был пастором нашей церкви, я бы хотел прийти в нашу церковь». А кто из вас считает, что здесь хорошее учение и Слово Божье вам? И дело не только во мне, аминь. У нас прекрасная команда. Когда проповедую Джо Риддл, это просто взрыв мозга. Я считаю, что Джо Риддл — это дар Телу Христа. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь Джо развивать свой дар и быть благословением для всех, кто посещает церковь Волна или слушает наши программы. В будущем мы будем слышать больше проповедей Джо. Я передаю привет всем филиалам церкви Волна. Я начну эту проповедь с того, что, согласно Писанию, мудрость встречается редко. Я имею в виду не мирскую, а божественную мудрость. Библия говорит, что ее найти нелегко. На нее невозможно просто случайно наткнуться. Она, как говорится, на дороге не валяется. Мудрость — это большая редкость. Божественная мудрость — это нечто большее, чем просто опыт и находчивость. Я рос на улицах Нью-Йорка. Потом мы переехали в Австралию. Мои родители были пьющими, и к тому же папа любил азартные игры. Для внешних они выглядели несколько иначе, чем знали их мы, члены семьи. Для внешних они выглядели вполне прилично, но мы знали всю их подноготную. Поэтому, когда я вырос, я всегда старался разобраться, что представляет из себя человек под внешней оболочкой. Сказывается мой жизненный опыт. Бывало. В моем служении ко мне подходили люди с советами, как мне вести церковь и куда мне направить свою жизнь. Они пытались взять под свой контроль видение церкви. На что я отвечал, «Вас не очень выходит манипуляция. Вы просто не знакомы с моей мамой. Я люблю маму, она уже в небесах, но если ты вырос в такой семье, тобой не так легко манипулировать». Но сейчас я говорю не о земной мудрости, а о мудрости от Бога. Притча 3.13. Блажен человек, который снискал мудрость. Послушайте, в том, что вы нашли мудрость, есть благословение. Если вы хотите быть благословленными, один из способов получения благословения — находиться в поисках мудрости. Просто быть в поисках мудрости, пуститься на поиски мудрости, признать, что вам ее не хватает и узнать, где ее можно найти. Это не мудрость улиц. Это мудрость, которая приходит от Бога. И человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее... Ну, а кстати. Однажды Шерон сказала мне, что мудрость в Писании всегда стоит в женском роде. Обвяжи ею шею. Скажи мудрости, ты моя сестра. Цена ее выше драгоценных камней и чистого золота. Я убедился, что это действительно так. Мудрость всегда стоит в Библии в женском роде. А также Шерон указала мне, что глупость в Библии стоит в мужском роде. Везде говорится «глупец». Я посмотрел, ну и действительно. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Глупец выказывает мудрость свою. То есть, согласно мнению Шерон, мудрость женского рода, а глупость мужского, на что все женщины могут сказать свое громкое аминь. О, как громко. Приобретение мудрости. Лучше приобретение серебра и прибыли от нее больше, нежели от золота. Вы смотрели шоу про золотоискателей, которые рискуют своей жизнью и в жарком климате копают землю в поисках самородков. Или они ставят установку в океане и пытаются нащупать золото на дне. Они ставят на кон свою жизнь. Эти люди понимают цену золота. Интересно, а сколько усилий прилагаем мы в поисках мудрости? Потому что Библия говорит «здесь дальше». Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Долгоденствие в правой руке ее. Мудрость продлевает вашу жизнь. Это только то, что у нее в правой руке. А что в левой? Смотрите, что говорит Библия. «А в левой у нее богатство и слава, пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее». То есть другими словами. Мудрость приносит мир. Сейчас так много людей в нашем мире нуждаются в умиротворении. Сейчас в нашем мире так много стресса, беспокойства и депрессии. Библия говорит, что тот, кто найдет мудрость, обретет мир. Стези ее мирные. Пути приятные. То есть жизнь не полна драмы, но полна приятных моментов. Кто понимает, о чем я? Всего три человека, да? Ну ладно, поехали дальше. Здесь говорится «слава и долгоденствие». Я хочу жить долго. Я хочу не просто долгую, но качественную жизнь. Я не хочу в 95 лет быть в коляске, чтобы слюни катились изо рта. Я хочу быть полон жизни и хочу жить при этом долго. И Библия говорит мне, что если я буду искать мудрость, это придет. Здесь сказано, что мудрость ценнее серебра и драгоценных камней. Я хочу сказать вам несколько вещей о мудрости. Послушайте внимательно. Во-первых, не верьте собственным глазам, то есть не идите на поводу у человеческой мудрости. Иисус сказал, что род сей мудрее детей света. И также смотрите, что сказано в 12 главе притчи. Сегодня мы много читаем из книги притчи «Путь глупого прямой в его глазах». То есть Библия говорит нам о том, что бывает, человеку кажется этот путь правильным, но в конце этого пути смерть. Кто из вас принимал решения, которые в глазах этого мира оказались весьма логичными? Но вот одна беда. Эти решения не были от Бога. «Путь глупого прямой в его глазах». Я женюсь на той, на ком посчитаю нужным. Я не стану слушать советов божьих людей. Как посчитаю нужным, так и буду жить. Я не стану прислушиваться к советам божьих людей. Но мне нравится, что дальше здесь сказано. Но кто слушает совета, тот мудр. Один из способов обрести мудрость от Бога — это не верить своим собственным глазам. Не принимать решения на основании собственной интуиции, но советоваться с другими божьими людьми. Они могут направить вас и помочь принять правильное решение. Скажите честно, кто из вас принимал решение, которое вам казалось правильным? Но слава Богу за ваших благочестивых друзей, которые оказались рядом, и дали вам мудрый совет. На тот момент вам, возможно, было неприятно слышать то, что они вам сказали. Но благодаря тому, что вы все-таки к ним прислушались, это спасло вас от серьезной ошибки в жизни. Если у вас такое было, поднимите руку. «Слава Богу за мудрые советы от Бога, мы не всегда видим все под правильным углом». А также 27 глава притчи, 6 стих. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». Вот что я вам скажу. Нам нужны люди, которые могут дать нам мудрый совет от Бога. Нам может показаться правильным то, что вовсе не так уж правильно. Но слава Богу за мудрые советы благочестивых друзей, которые могут направить нас в нужном направлении. Потому что в наших глазах неправильный путь может показаться нам правильным. И второе. Слышание и применение Слова Божьего созидает в нас мудрость. Мы должны искать мудрость. Но как? Через слышание Слова Божьего. Библия говорит, что вера от слышания. То есть, когда вы в Доме Божьем слушаете Слово Божие, это приносит вам мудрость от Бога. Где еще вы смогли бы ее найти? А вот что говорит 7 глава Матфея. «Всякого, кто слушает Слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Всякий. Всякий, кто слышит эти Слова и применяет Слова Божие. Это Слова Иисуса, и это Слово Божие. Если вы слушаете их и применяете, то обретаете мудрость. И далее говорится, пошел дождь, разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает Слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое. То есть, послушайте, ваша жизнь превратится в руины, если вы не будете строить ее на мудрости. Будет не просто падение, а падение великое. И мне нравится, что мы приобретаем мудрость просто от слышания Слова Божьего. Нет лучшего места в воскресное утро, чем быть в Доме Божьем. Скажите «Аминь». Питаться наставлениями Слова Божьего. В том, что вы здесь, в это утро, уже есть мудрость. И, конечно, нужно не просто слышать Слово, но и практиковать его. На месте врага я делал бы все возможное, чтобы не позволить людям быть в церкви воскресное утро. Я бы сделал все возможное, чтобы люди были настолько заняты своей работой, что не нашли бы времени для церкви в воскресенье. Я бы побуждал родителей отправлять детей на спорт и на факультативы, лишь бы только они не были в церкви и не слышали Слова Божие. И пусть на их пути они познают лишь глупость. Но если вы слышите Слово Божие, то многие из вас могут сказать о том, как Слово от Бога перенаправило вас на лучший путь, чем тот, что казался вам по-человечески самым лучшим. Строить жизнь нужно так, чтобы быть готовым к штормам. Кто-то считает, что ничего плохого в их жизни не произойдет, но Библия говорит нам о разлитии вот, что это происходит так же и в жизни христиан, не только в жизни нечестивых. Мы должны быть мудры настолько, чтобы построить свою жизнь так, что в случае штормов мы сможем устоять. Скажите «Аминь». И третье, у мудрости хорошие спутники. Мы не выбираем своих членов семьи. Мы не выбираем родителей, братьев и сестер. Это предопределено заранее. Но мы можем выбрать, кто будет нашими друзьями, нашими спутниками. Смотрите, 13 глава притчи. «Общающийся с мудрыми будет мудр». Послушайте, ну, если вы общаетесь с мудрыми, то и сами станете мудрыми. Поставьте перед собой цель общаться с мудрыми. Свою семью вы не выбираете, но вы можете выбрать, с кем вы будете общаться. Вы в состоянии выбрать, кому прислушиваться, а кому нет. Найдите мудрых людей, будьте поблизости, общайтесь с ними. Не время от времени, а пусть они будут с вами рядом, на вашем пути. Позвольте им влиять на вашу жизнь. Выберите себе мудрых друзей и общайтесь с ним. Окружите себя такими людьми. Мы должны быть ценными для всех. Мы должны стремиться помогать всем на своем пути. Но мы должны выбрать себе друзей, имеющих Божью мудрость. И если мы выбираем в общении людей, которые своей жизнью показали, что они имеют Божью мудрость, то, ходя плечо о плечо с ними, мы и сами будем возрастать в мудрости. Это не означает, что кратковременная встреча с мудрыми людьми передаст вам их мудрость. Но если вы будете проходить путь с ними и учиться у них той божественной мудрости, которая на них, вы и сами возрастете в мудрости. Я стал сильнее, мудрее. Я стал лучше, как человек, благодаря тем людям, которых я выбрал, чтобы мне идти с ними по жизни. А кто ваши друзья? Послушайте, мудрость может выбрать для себя и дополнительную семью. Смотрите, что сказано в седьмой главе притчи. «Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим». У нас есть наша родня. Мы ее не выбирали, но мы все же можем выбрать себе дополнительных членов семьи. Библия говорит, что вы можете сказать мудрости «ты сестра моя». Вы можете сказать разуму «ты брат мой». Разум «ты родня мой». То есть мы выбираем их, и они тоже становятся нашей семьей. Кем бы ни были члены вашей семьи, вы выбираете, с кем общаться, кому позволять на вас влиять. Ну и пятое, наконец, мудрость решительна. Посмотрим, что говорит нам послание Иакова. Представьте, что вы Иаков. Иаков — брат Иисуса по матери. Между братьями в детстве могли возникать распри. У них одна мать, но мы знаем, что Иосиф не был родным отцом Иисуса. А вот для Иакова Иосиф был родным биологическим отцом. А теперь представьте эту семью. Представьте Иакова, который вырос в одном доме с Иисусом. Представьте Марию, мать Иисуса. Возможно, она ставила Иисуса в пример Иакову, говоря, «Почему бы тебе не поучиться хорошему у твоего брата Иисуса?» Такое бывает между братьями. Наверное, Иакову это не нравилось. Возможно, он порой негодовал на брата, ведь мама вечно ставила его в пример, прям боготворила его. Представьте себе эту семью. Иисус, как старший брат, говорит, «Давай поиграем с тобой в прятки. Я буду считать до десяти, а ты иди и прячься, а я пойду тебя искать». Иакова с радостью соглашается поиграть. Он убегает прятаться. Иисус считает до десяти, потом открывает глаза и говорит, «Я знаю, ты за тем деревом». Не так уж и весело быть братом Иисуса. Неудивительно, что Иаков уверовал в Иисуса уже после его смерти и воскресения. И я думаю, что Иаков точно знал, о чем говорил. И так он сказал, «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просят у Бога. Ни у ОПР, ни в справочном бюро, или в Уолл-Стрит-Джорнл, аминь, ни у СНН или других таких же вечно негативных каналов. включаешь канал, и на тебя льют тонны негатива. Причем каждый день. Я и о Фокс Нью смогу сказать нелестные слова. Нам не нужна мудрость этого мира. Но Библия говорит, что если нам не достает мудрости, мы должны ее искать не в СМИ и не в соцсетях. Мы можем получить мудрость от Бога. Мы можем получить мудрость из Его Слова во имя Иисуса. И здесь сказано, «Но допросят у Бога, дающего всем просто и без упреков». Аминь. Кто может сказать, что как только вы о чем-то просите Бога, сразу подступает дьявол и говорит вам о том, что вы этого не достойны? Я помню, когда я впервые исполнился Духом Святым, то ощутил огромную силу. Я никогда раньше ничего подобного не переживал. И сразу же после этого приступил враг и сказал, «Это не Дух Святой». Когда я только принял Христа, приступил враг и сказал, «Какой из тебя христианин?» Только прислушайся к своим мыслям. У вас было такое, что во время поклонения вы стоите с поднятыми руками, а в мыслях у вас крутится такое. Никто не поднял руку. Ну что ж, я подниму, но Бог нас принимает. Я тихонько опущу руку, чтобы она не запрела. Бог дает просто и без упреков. Бог не скажет, «Даже не проси у меня дать тебе нового спутника жизни. Смотри, что ты натворил в первом браке». Бог дает просто и без упреков. Если ты просишь Бога благословить твои финансы, Он не станет тыкать тебя носом в твои прошлые ошибки в финансовой сфере. Библия говорит, «Если вам не достает чего-то, просите у Бога, дающего всем просто и без упрека». Бог дает щедро. Он не удерживает благо от вас. И мне вдруг вспомнилась реклама на австралийском телевидении. Это была реклама ипотеки. Выплаты растягивались на много лет. Они говорили, «Ваш долг будет совсем чуть-чуть». Слава Богу, что Он не копит наши долги. Он не заставляет нас всю жизнь выплачивать Ему по чуть-чуть. Бог дает нам щедро и ни в чем нас не упрекает. Он не тыкает в нас нашими же ошибками. Он не обвиняет своих детей. Это говорит Иаков. Он говорит нам в своем послании, «Но допросит, с верой немало не сомневаясь». Потому что сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемой и развиваемой. Иаков говорит, что если вы сомневаетесь, вы подобны ветру, который решает, что будет прилив или отлив. Это неизбежно. Как подует ветер, так и будет. Ветер влияет на волны вашей жизни. Сомнения – опасная вещь. Смотрите, что дальше сказано. Да не думает такой человек получить хоть что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Двоящиеся мысли приносят в вашу жизнь нестабильность. Я прочитал этот стих, когда мне было 17. И сказал Господь, «Мне не хватает мудрости». Меня воспитывали пьющие родители. Они меня почти не дисциплинировали. Сейчас они уже с Иисусом. Я имел привилегию привести своих родителей ко Христу. Меня не наказывали в детстве. Вы скажете, «И что здесь такого?» А что, если я скажу вам, что родители меня ни разу не отшлепали? «А, ну это многое объясняет», скажете вы. «Родители вообще меня не наказывали». Я всегда делал, что хотел и когда хотел. И вот я уверовал и получил видение, что однажды стану пастором. Я понимал, что дисциплина мне неизвестна. Я помню, сказал, «Боже, мне не достает мудрости, не достает дисциплины в моей жизни. Я прошу тебя с этого дня изливать на меня свою божественную мудрость. Я благодарю тебя, Господь, что тот, кто общается с мудрыми, и сам станет мудрым». Я говорю мудрости, «Ты сестра мне». Я говорю разуму, пиродням, «Я не сомневаюсь, Господь, что ты не смотришь на меня, как на разбитого парня, которого не воспитывали в детстве, но ты щедро и без упреков даешь мне все, о чем я прошу тебя». Я верю, что с этого дня в моем сердце будет все больше возрастать твоя божественная мудрость. Вот о чем говорит здесь Иаков, «Если согласны, поаплодируйте Иисусу». Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. А вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус. Описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас. Но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, «Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя». Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок» дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас благословений вам.